К сожалению, в этом году компания Opel покидает российский рынок. Но современные модели Opel вряд ли можно назвать шедевром дизайнерской мысли. А вот 70 лет тому назад Opel мог конкурировать с Mercedes, BMW и даже Maybach. Сегодня в нашем видеообзоре Opel Admiral 1938 года выпуска. История модели Admiral начинается в 1937 году, когда немецкой компании Opel исполнилось 75 лет. К этой круглой дате руководство завода поставило задачу разработать роскошный автомобиль представительского класса. Флагманскую модель с гордым именем Admiral Opel представил на берлинском мотор-шоу. Она составила конкуренцию лимузинам от Хориха и Maybach, но при том же уровне комфорта Admiral стоил почти в два раза дешевле. Машина выпускалась с 1937 по 1939 год, пока ее моторы не пригодились для армейского грузовика Opel Blitz. Admiral существовал в версии седан и кабриолет. Безусловно, новые большие Opel привлекли к себе внимание и получили массу положительных отзывов. Машина была очень популярна среди немецкой элиты, а после окончания Второй мировой войны много адмиралов попало в СССР, где на них активно разъезжали генералы Красной Армии. Адмирал даже снялся в советском фильме «Подвиг разведчика». Наш экземпляр тоже попал в Советский Союз в качестве трофея и уже успел сняться в кино. Машина попала в Союз как трофейная в сороковых годах и попала изначально в город Грозный. Там работала на государственной службе, насколько я знаю, в горосполкоме каком-то. После этого судьба занесла ее в Пятигорск, там она тоже занималась примерно тем же сама была на государственной службе. Время шло, машина дыхлела, ломалась и была продана в частные руки. В 2005 году ее нашел наш ростовский коллекционер, реставратор ковриков, дядь Саша Александр Георгиевич. Несколько лет реставрировал ее, вложил в нее душу, силы, огромное количество времени. Ну, получилось то, что получилось. Машина ездит, радует ростовчан, меня и всю мою семью. Среди своих современников Opel выделялся обтекаемыми формами. Такой дизайн был не только эффектным, но еще и функциональным. Хотя Адмирал и был немецким автомобилем, проектировал его американский дизайнер Фрэнк Херши. В 20-е годы Opel стала частью концерна General Motors, а американцы любили большие и широкие автомобили с длинными капотами и багажниками. В народе широкий багажник Opel Admiral называли хвостом бобра за сходство с этим животным. Внимание окружающих привлекает обилие хрома на колесах, бамперах и огромная решетка радиатора с надписью Opel вместо привычного нам логотипа. Знаменитая молния появилась только после войны, а раньше символом Opel был дирижабль цепелин. Цепелины символизировали прогресс достижений науки. Именно как символ новаторства, пролетающий через колесо дирижабль, появился на логотипе компании Opel. Он символизировал лидерство немцев на земле и в воздухе. Кузова Адмиралов выпускались в ателье Glaser и Hemp Müller. За всю историю было построено порядка 6 тысяч таких автомобилей. Одним из первых заказчиков выступило правительство Третьего рейха, которым было арендовано 10 автомобилей Адмирал версии кабриолет. В 1938 году на машинах не было традиционных поворотников. Их роль выполняли вот такие вот флажки Венкера. Зеркал тоже не было. Их установили уже в наше время для безопасности дорожного движения. Венкера придумал итальянец Альфредо Барракини и назвал их по фамилии своей возлюбленной. Позже это устройство появится на многих автомобилях. Главным показателем комфорта автомобиля того времени был просторный салон. Вместе с водителем здесь с легкостью рассядутся пять взрослых человек. Впервые на заднем диване Адмирала появился подлокотник. Ручки дверей щеголяют хромом, а кресла обтянуты серым сукном. Но были даже версии с кожаным салоном. На панели приборов разместились шкалы спидометра, температура воды и масла. В качестве опции на Адмирал даже ставили радиум. В движении машина не едет, а летит, словно дирижабель цепелин, рассекая воздушное пространство. Так из-за хорошей аэродинамики повышалась скорость и уменьшался расход бензина. Кстати, рядный шестицилиндровый мотор рабочим объемом 3,6 литра развивал фантастическую для своего времени скорость 132 километра в час. На ходу машина ведет себя очень плавно и вальяжно. Все это благодаря уникальной и сложной подвеске. Задняя подвеска здесь стоит достаточно простая, привычная, обычный мост на продольных рессорах. А вот впереди все не так просто. Так называемая подвеска Дюбане. Очень хитрая и впоследствии не использовавшаяся практически нигде. Она достаточно надежная, но не ремонтопригодная. К сожалению, сейчас эксплуатировать эту машину довольно сложно из-за высокой стоимости расходных материалов. Да и бензин с октановым числом 80 найти не так просто. До войны Opel Admiral был очень роскошным и дорогим автомобилем. Его стоимость составляла шесть с половиной тысяч Рейхсмары. Для сравнения, за эти же деньги можно было купить шесть Вольксвагенов ЖУ. Сейчас же стоимость этой машины сложно оценить. Возможно, она стоит, как хорошая квартира в центре города. Когда-то автомобили не были столь массовым явлением, как сейчас. Каждая машина того времени была настоящим произведением искусств и при бережной эксплуатации на ней ездили не один десяток лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова